Мы очень рады вас видеть, Владимир Олегович, пожалуйста. Взаимно. Итак, друзья, добрый день еще раз. Рад вас приветствовать. Тема нашей сегодняшней встречи – историческая память о Второй мировой войне в России и в мире. Мы поговорим о том, как формировались представления об этом конфликте в разных странах. Поразмышляем над тем, чем отличается память победителей от памяти проигравших. И, конечно, рассмотрим роль Великой Отечественной войны в формировании российской идентичности. Я понимаю, что вы пережили трудный день, многое уже узнали, услышали. Впереди притягательный ужин. Поэтому постараюсь быть краток, освободить вас, может быть, даже пораньше, оставив время на ваши вопросы и небольшую дискуссию. В названии нашей лекции есть словосочетание «историческая память». Ну, надо начать с того, что любое общество, любая нация опирается на общепризнанные представления о своем прошлом, на историю, которая воспринимается как своя. Поэтому любые трансформации исторической памяти имеют важное политическое значение. А пересмотр традиционных трактовок тех или иных исторических событий нередко порождает публичные споры. Память напрямую связана с нашими убеждениями, с нашими ценностями. А как мы знаем из конфликтологии, конфликты ценностей, в отличие от конфликтов интересов, гораздо труднее урегулировать. Если не совпадают интересы, можно попробовать предпринять какие-то шаги, чтобы найти компромисс. А вот если не совпадают ценности, то, поскольку они бескомпромиссны, скорее всего, конфликт неизбежен. Поэтому так часто вспыхивают войны памяти, и так сложно бывает их потом загасить. К этой теме мы еще вернемся. А сейчас хотел бы поразмышлять о том, почему мы вообще говорим об исторической памяти, а не об истории. В середине 80-х годов многие историки и культурологи на Западе заговорили о наступлении целой эпохи памяти, мемориального бума. Под этим подразумевался рост массового интереса к прошлому. Всплеск публичных дискуссий о проблемах исторической вины и ответственности. Называлось множество причин, с которыми может быть связан этот феномен. Во-первых, конечно, ускорение научно-технического прогресса. Сильное ощущение того, что прошлое буквально исчезает у нас на глазах, становится иллюзорным, утрачивается. А с другой стороны, утрата веры в глобальные, объединяющие человечество идеологии. Я имею в виду не только марксизм, но и в целом модернизационную парадигму, утопию, согласно которой все государства мира, проходя последовательность определенных стадий развития, со временем неизбежно достигнут процветания. Ну а раз нет общего образа будущего, то его место занимают частные образы прошлого. Ностальгия. Не случайно последняя книга замечательного британского социолога, к сожалению, недавно ушедшего из жизни, Зигмунда Баумана, называется «Ретро топия». Я очень рекомендую ее вам, она просто интересна сама по себе. Были и другие частные гипотезы о том, почему прошлое так важно для нас сегодня. Одна из них высказана немецким культурологом Яном Асманом. Объясняет она повышенный интерес к истории и уходом из активной социальной жизни поколения участников и свидетелей как раз-таки Второй мировой войны. Вы можете спросить, отчего стремление сохранить память об этом событии для нас так важно? Наверное, в первую очередь потому, что Вторая мировая война стала для мира, но по меньшей мере для западного мира, рубежным и переломным событием. До победы антигитлеровской коалиции в мае 1945 года войны между государствами считались привычным явлением, своего рода нормой. Подавляющее большинство европейцев имели фронтовой опыт или, по крайней мере, жили в условиях оккупации. Масштабы войны росли по мере ускорения научно-технического прогресса, и в этом смысле Вторая мировая война обернулась настоящим апофеозом насилия. В ней участвовали 62 страны из 73 существовавших на тот момент государств. Погибли порядка 70 миллионов человек. Однако после 1945 года количество вооруженных конфликтов между государствами резко пошло на спад. Войны сместились в регион молодых развивающихся стран – стран Азии, Африки, Латинской Америки. С тех пор на протяжении почти 80 лет государства Запада участвуют в вооруженных конфликтах преимущественно опосредованно. Свою роль в этом, конечно, сыграло появление ядерного оружия, но не в последнюю очередь и сама память о Второй мировой войне, понимание того, к чему может привести конфликт подобного уровня. По итогам Второй мировой войны в странах антигитлеровской коалиции заложили основу Ялтинско-Подздамской системы международных отношений. Здесь будет уместно сказать, что вообще все системы международных отношений, которые мы знаем, начиная с Вестфальской, возникли по итогам крупных войн. А, как я уже говорил, никаких крупных конфликтов с 1945 года в мире не было. Именно поэтому многие элементы Ялтинско-Подздамской системы сохраняются до сих пор, продолжают выполнять возложенные на них функции. В том числе Организация Объединенных Наций, созданная для сохранения и укрепления международного мира. Одним из ее руководящих органов является Совет Безопасности, куда, как вы знаете, входят как постоянные, так и непостоянные члены. Состав постоянных членов – Россия, США, Великобритания, Франция и Китай – не менялся с 1945 года. Это страны-победительницы во Второй мировой войне. Поэтому память об этом конфликте, как и о вкладе каждой из этих стран в победу антигитлеровской коалиции, напрямую связана с современной глобальной политикой, с авторитетом всей системы ООН. В этом году мы отмечаем 75-летие окончания Нюрнерского процесса, международного военного трибунала. Он вынес приговор главным нацистским преступникам, осудив не только отдельных лиц, но и всю систему, всю гитлеровскую идеологию в целом. Приговор Нюрнерского трибунала сформировал своего рода объединяющую сетку моральных координат, где полюс добра олицетворяют объединенные нации, а полюс зла – страны оси. Эта координатная сетка глубоко укоренилась в нашей культуре. Я намеренно приведу пример, далекий от политики. Еще в 90-е годы на заре интернета был сформулирован так называемый «закон Годвина». Он гласит, что по мере разрастания дискуссий на любом форуме в социальных сетях кратно повышается вероятность того, что одна из спорящих сторон сравнит другую с Гитлером или нацистами. По мнению самого Майкла Годвина, тот, кто первый сравнил оппонента с Гитлером, проиграл этот спор. Все это, конечно, просто шутка, но она показывает, как глубоко память о Второй мировой войне плетена в нашу повседневность, в нашу культуру. Конечно, нельзя сказать, что образ Второй мировой войны в каждой из стран участниц одинаков. Он во многом будет зависеть от того, идет ли речь о государстве победителя или о государстве проигравших, об оккупированной стране или стране, сумевшей отстоять свою независимость. Разумеется, исторической памяти свойственно меняться и со временем. Особые типы памяти сложились в Германии и в России. О них мы сегодня будем говорить подробнее. Специфическая память существует в Польше, на Украине, в странах Прибалтики. После распада Советского блока эти государства оказались стянуты в ожесточенную борьбу за идентичность. Поэтому отношение к событиям Второй мировой войны там крайне конфликтно. Сопряжено со сносом памятников, взаимными обвинениями, дипломатическими скандалами. С 2017 года в Польше на государственном уровне реализуется программа декоммунизации, обусловившая снос сотен памятников советского периода. С 2016 года подобная программа реализовывалась и на Украине. У Италии, Румынии и Венгрии, бывших союзниц Третьего рейха, свои трудности. Как, к слову, и у Финляндии. Буквально несколько лет назад финское общество расколол вопрос о причастности национальных добровольцев к преступлениям СС на оккупированных территориях. Разумеется, собственный взгляд на Вторую мировую войну имеют и Соединенные Штаты Америки. Ведь именно Вторая мировая война позволила им занять доминирующее место в современной политике, стать безальтернативным лидером Западного блока. Особый канон истории войны есть и в Китае. Он, как мы знаем, был вынужден обороняться от милитаристской Японии еще с 1937 года. За два года до вторжения Гитлера в Польшу. В 2014 году в Китайской Народной Республике прошел под эгидой 69-й годовщины войны сопротивления китайского народа антияпонским захватом. В 2014 году в Китайской Народной Республике прошел как 69-я годовщина победы в сопротивлении китайского народа антияпонским захватчикам. Именно тогда китайское руководство решило утвердить 13 декабря в качестве Национального дня памяти жертв антинской резни. А 3 сентября стал Днем Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, который теперь отмечается ежегодно. Не секрет, что многие китайские историки предлагают рассматривать агрессию Японии против Китая как отправную точку всей Второй мировой войны в целом. Эта точка зрения любопытна и заслуживает внимания. Мы можем порассуждать о ней в оставшееся нам время после окончания основной части. В общем, как видите, картины прошлого, которые формируются в разных странах, очень трудно свести к общему знаменателю. Поэтому, думаю, что начать более предметный разговор стоит с стороны Второй мировой войны развязавшей, а именно с Германией. После окончания Второй мировой войны Германия, как вы знаете, была разделена на зоны оккупации. Каждую из них контролировала одна из четырех стран-лидеров протекительской коалиции. В 1949 году западные зоны оккупации, объединившись, сформировали современную федеративную республику Германию, ФРГ. В ответ на это в советской зоне оккупации возникла Германская демократическая республика, ГДР. Две части страны объединились лишь в 1990 году. До этого в них были разные правительства, разные идеологии и, разумеется, разные представления о завершившейся войне. В Восточной Германии, находившейся под сильным влиянием Советского Союза, большинство немцев полагали себя жертвами преступной политики Гитлера. Созданная в ГДР система, центральным элементом которой являлась социалистическая инициатива, единая партия Германии, позиционировала себя в качестве наследницы немецких антифашистов, тем самым сразу помещая себя на сторону победителей. В этом была своя доля правды. В конечном счете, лидер ГДР Вальтер Ульбрихт с 1933 года проживал в Москве, а Сталинградскую битву провел в рядах, буквально-таки, Красной Армии. Выступал с пропагандистскими речами, адресованными немецким окруженным солдатам. Освобождение немецкого народа от гитлеровского фашизма Советским Союзом и его союзниками, говорится в монографии по истории ГДР, изданной в Восточном Берлине в 1981 году, открыло шанс исторического поворота и строительства демократического и прогрессивного, миролюбивого германского государства. Констатация того факта, что восточные немцы 9 мая 1945 года были не побеждены, а именно освобождены, играла ключевую роль в политической культуре всей Восточной Германии, определяла ее отношение к Советскому Блоку. Здесь стоит указать на то, что реальное участие в антифашистском сопротивлении было частью личного опыта лишь для очень немногих немцев. Поэтому позиция, выбранная руководством Восточной Германии, в сущности затрудняла анализ причин войны, уводила в сторону от проблемы ответственности немецкого общества за произошедшую трагедию. Кроме того, сам Советский Союз никогда не претендовал на роль освободителя Германии. В нашей историографии говорилось об освобождении Польши, Чехословакии, даже Австрии, но не Германии. Около 75 тысяч советских солдат погибли при штурме Берлина. Немцы сопротивлялись отчаянно. На территории Западной Германии, ФРГ, в памяти войне, еще несколько лет после поражения Третьего Рейха, формировалась поликалом военной пропаганды. Для значительной части западно-германских элит, судьба которых была связана с судьбой нацистского режима, его крах стал глубоким личным разочарованиям. Многие бывшие члены нацистской партии остались на государственной службе. Из проведенного в 2015 году исследования Мюнхенского института новейшей истории и Центра исторических исследований в Потсдаме, известно, что в Министерстве внутренних дел ФРГ 54% служащих после войны были бывшими членами НСДАП. Для сравнения, в ГДР только 14% имели подобные опыты. В 1957 году в Министерстве юстиции ФРГ 77% руководителей также были бывшими членами нацистской партии. Неудивительно, что прокуроры ФРГ в первое время не возбудили по собственной инициативе практически ни одного дела против бывших нацистов. Ни один человек ФРГ не был сужден на том основании, что состоял некогда, например, в СС, хотя эта организация международным военным трибуналом признавалась преступной. Показательная история так называемого закона 131, принятого 11 мая 1951 года ФРГ. Его разработали из-за многочисленных жалоб бывших членов НСДАП на 131 статью Конституции ФРГ, согласно которой лица, подлежавшие геноцификации, не имели права занимать государственные должности. Закон 131 вернул им эти права и предусмотрел выплату компенсаций за якобы неправомерное увольнение с работы, причем имели место даже вопиющие случаи. Так вдова Клауса фон Штауфенберга, организатора заговора против Гитлера в 1944 году, получала за казненного мужа государственную пенсию в 200 марок, а вдова президента так называемого народного трибунала Роланда Фрайслера, который приговорил товарища Штауфенберга к смертной казни, получала за своего мужа 1000 марок, в 5 раз больше. Процесс постепенного переосмысления истории Второй мировой войны начался в Западной Германии только с 60-х годов. Этому способствовала и смена поколений, и изменение вектора государственной политики. 7 декабря 1970 года лидер Социал-демократической партии Германии федеральный канцлер Вилли Брандт в рамках своего визита в Польшу посетил Варшавское гетто и преклонил колени у мемориала жертвам нацизма. Этот жест широко освещался в прессе и вызвал раскол в западно-германском обществе. Политика социал-демократов, открыто говоривших о немецкой вине, позволила заложить основу той мемориальной культуры, которую Германия в целом разделяет до сих пор. В 1982 году к власти в Западной Германии снова пришли консерваторы. Лидер Христианского демократического союза канцлер Гельмут Холь организовал публичную кампанию, призванную снять с немцев часть исторической вины за преступления национал-социализма. Идеологом этого курса, позднее получившего название «Историческая политика», гешехцполитик, стал Эрнст Нольте. Он выдвинул концепцию европейской гражданской войны, в которой нацизм рассматривался как своего рода необходимое зло для уравновешивания советского коммунизма. В 1986 году в западно-германской прессе вспыхнул так называемый спор историкам. Социал-демократы, критиковавшие Нольте и его сторонников за ревизионизм, одержали в нем убедительную победу. Однако проблемы вины и ответственности по-прежнему дискуссируются в немецком обществе. Для понимания контекста я бы порекомендовал вам посмотреть два фильма. Мини-сериал 2013 года «Наши матери и наши отцы». Он очень небольшой, там всего три серии. Его выход на экраны спровоцировал много критики. Режиссера обвиняли в ревизионизме, в том, что он выступает с позиции ноль, снимает с немцев ответственность в какой-то степени за преступления гитлеровского режима. А с другой стороны, есть еще один хороший фильм 2015 года, называется он «Он снова здесь». Там представлен прямо противоположный взгляд на ответственность немецкого общества за приход гитлера к власти. Поэтому, конечно, рекомендую вам посмотреть оба. В начале 90-х годов, после распада Советского Блока, началось стремительное объединение Европы, оформление ее экономической и политической общности. Перед архитекторами Европейского Союза встал вопрос, что может объединить столь разные с культурной точки зрения государство. Возникло предположение, что этим связующим звеном способна стать память о Второй мировой войне, а конкретнее – отношение европейцев к Холокосту. Западные интеллектуалы полагали, что ответственность за преступления против еврейского населения может сплотить представителей самых разных стран. Уже 16 июля 1995 года президент Франции Жак Ширак в своей речи перед мемориалом жертвам облавы Вельдейб в Париже впервые признал частичную вину французов за преследование евреев. Уже в январе 2000 года по итогам Стокгольмского форума по Холокосту, в котором участвовали ведущие европейские политики, была принята декларация, фиксирующая беспрецедентный характер этого преступления и его вселенской значения. На что необходимо обратить внимание, когда мы говорим про историю Холокоста? Речь идет не только о самом событии – гибели порядка 6 миллионов евреев вследствие преступной политики Гитлера, но и об одном из двух возможных прочтений истории войны. Первое прочтение, которое широко разделяют у нас в России, да и не только у нас, состоит в том, что победа над нацизмом поставила своего рода точку в череде немецко-фашистских зверств. Из этого следует, что теперь важно сосредоточиться на будущем, на недопущении подобных трагедий, укреплении глобальной безопасности, защите политических прав и свобод. Второе прочтение, которое ближе к современной западной культуре, состоит в том, что сама природа человека сделала немецко-фашистские зверства возможными, а потому нам следует не перелистывать эту страницу прошлого, а возвращаться к ней вновь и вновь. Иными словами, если героический нарратив о войне позволяет ощутить гордость за свою причастность к победителям, то память о Холокосте не позволяет возводить непреодолимую стену между собой и палачами, тем самым заставляя человека нести особую ответственность за свои поступки. Прежде всего, моральную ответственность. Это совершенно другая оптика, другой взгляд на те же самые события. Я бы порекомендовал тут обратиться к работе Бернарда Гизена, называется она «Триумф и травма». И, конечно, прочитать американского культур-социолога Джеффри Александера. У него есть замечательная книга «Смысл социальной жизни». Там отдельная глава посвящена как раз этому представлению о Холокосте в Соединенных Штатах его формировании. Культура памяти, сложившаяся в Европе в начале 90-х годов, имеет очень любопытное измерение. Сегодня историк во многом утратил монополию на свой предмет, пишет Пьер Нора, французский автор. Он делит его законодателем и свидетелем. Публичная роль свидетеля некого исторического события может обсуждаться очень долго. Известна фраза «Врет, как очевидец». В той же Германии, например, был популярен миф о том, что во время бомбардировок Дрездена западные пилоты-истребители намеренно снижались и летали над улицами, преследуя убегающих жителей города. Ну, представьте себе картину. Все в огне, люди разбегаются с криками, летают самолеты, поливают их из пулеметов. Ужас одним словом. Вот примерно так эту ситуацию описывали немецкие ветераны. Пока в начале 2000-х годов один американский автор не задался вопросом, а может ли технически так быть, что самолет-истребитель снижается над горящим городом? Ведь в эпицентре пожара температура выше 1000 градусов. У него нагреются баки, он взорвется. Это неоправданно и невозможно. Стали разбираться, как так случилось. Оказалось, что был послевоенный фильм, популярный фильм, где вот эти кадры очень ярко были представлены, и ветераны неосознанно совершенно смешали свои действительно страшные воспоминания от бомбардировок, с кадрами из этого фильма. Есть много других подобных случаев, не будем возвращаться к ним. Насчет роли законодателя тоже не так однозначно. Мемориальные законы существуют сегодня во многих европейских странах. Их можно условно разделить на декларативные, выражающие оценку государства в отношении того или иного факта, и нормативные, которые предполагают ответственность за публичное высказывание исторической интерпретации, вплоть до уголовного. Мы знаем, что в Австрии, Германии, Бельгии, Чехии, если не ошибаюсь, в Румынии за отрицание Холокоста можно получить срок до 10 лет заключения свободы, лишения свободы. В Швейцарии и Бельгии уголовным преступлением является отрицание геноцида армян в Османской империи. Во Франции существует закон ГСО 90-го года, тоже запрещающий публичное отрицание Холокоста. В свое время французский парламент даже создан специальную комиссию по вопросу мемориальных законов. Правда, итоги ее работы стала рекомендацией воздержаться от дальнейшего принятия подобных формативных актов, поскольку, цитирую, принимать законы, дающие характеристику или выражающие оценку исторических фактов, не является прерогативой парламента. Но мы с вами немножко отвлеклись, вернемся к теме. В 2004 году общеевропейская культура памяти, в основу которой был положен образ Холокоста, дала свою первую трещину. Все дело в том, что Европейский Союз постоянно расширялся. В него входили бывшие республики СССР, страны-участницы Варшавского договора. Как раз в 2004 году членами ЕС одновременно стали сразу восемь государств. Депутаты от них сформировали весомую фракцию в Европарламенте. Среди этих новых парламентариев были и консерваторы, польские и прибалтийские, которые стояли на платформе антисоветизма, а порой откровенной русофобии. С их подачи началось постепенное продвижение уравнивания ответственности СССР и Германии из-за развязанной Второй мировой войны. Но с исторической точки зрения это, конечно, совершенно пустой, безосновательный тезис. Знаю, что вчера у вас была лекция с Валерием Александровичем Арцебашевым. Он подробно рассказывал о предвоенной истории. Я не буду повторять за ним. Замечу только, что Германия несет исключительно ответственность за этот конфликт. И это не отрицается в самой Германии даже на официальном уровне. Ну что же так волновало польских консерваторов? Здесь надо сказать, что Польша, поляки, особенно чувствительны к историческому прошлому и той роли, которую им приписывают другие народы. С 1795 года по 1918 годы Польша была вынуждена лишена собственной государственности, поэтому для польской ментальности характерен особый культ героя. Иррациональный культ человека, который борется, будучи заранее обречен на поражение. И, конечно, со времен трех разделов речи посполитой поляки воспринимали себя как жертву и на уровне всего народа. Так же интерпретируется в польской историографии события сентября 1939 года. Оборонительным боям, которые велись всего две недели и были, надо признать, бездарно проиграны, отводятся в учебниках столько же места, сколько описанию боевых действий на всех других фронтах Второй мировой войны. Эта трактовка опирается на идеологию мигрантского правительства Владислава Сикорского, а также на давнюю традицию польской историографии, которая еще в XIX веке сформировала образы Германии и России как двух противников, мешающих становлению Польши от моря до моря. Мы можем вернуться к этой теме уже в рамках вопроса. Главное, что в результате активизации Польши и ее союзников при весомой дипломатической поддержке США в середине 2000-х годов идея общеевропейской ответственности за Кулакост обернулась перекладыванием ответственности на Россию. И уже в 2008 году появляется Общеевропейский день памяти жертв стилитарных режимов, отмечаемый 23 августа, день записания Пакта Молотова-Риббентропа. Хотя, конечно, с тем же основанием его можно было бы отмечать и 29 сентября в день заключения печально известного Мюнхенского пакта, Мюнхенского сговора, когда Великобритания и Франция помогли Гитлеру и Муссолини расчленить Чехословакию. Разумеется, не вся Европа единодушна в таких оценках. Существует множество разных позиций, масса нюансов, но время наше ограничено, и я хотел бы уделить еще немного времени, прошу прощения за татологию, памяти о Великой Отечественной войне, которая сформировалась у нас в России. 22 июня, дорогие друзья, нам предстоит отметить 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Эта война важнейшая часть Второй мировой и всемирной истории в целом. Советский Союз вместе с Великобританией и США заложил основу прочного сотрудничества в рамках антигитлеровской коалиции. Это в конечном счете и позволило одержать победу, однако решающую роль в разгроме вооруженных сил нацистской Германии сыграла именно Красная Армия. Она одержала победу под Москвой, отстояла Ленинград, разбила врага под Саленградом и на Курской дуге. Затем освободила еще 9 стран Европы, где проживали на тот момент в общей сложности порядка 100 миллионов человек. Взяла штурмом Берлин, выдрузила знамя победы на Рейхстаг. Все эти события уместились в 1418 дней и ночей. Война унесла порядка 27 миллионов жизней советских граждан. Это самые большие потери среди всех стран-участниц, за исключением, пожалуй, что Китая. Все средства, которые могли бы быть пущены на обустройство мирной жизни, Советскому Союзу приходилось направлять на войну. По современным подсчетам в 1943-1944 годах порядка 80% советской экономики обеспечивали потребности фронта. Страна пережила тяжелейший период, вышла из войны сильно ослабленной, в том числе и демографической. При этом, конечно, сам факт победы нашего народа, великий подвиг советских людей, которым восторгалось тогда все человечество, побуждает Россию гордиться этой страницей истории. Установление важнейшего для нашей страны праздника Дня Победы, который теперь ежегодно отмечается 9 мая, состоялось лишь в 1965 году, спустя 25 лет, 20 лет после окончания Второй мировой войны. В этот период были возведены и наши основные мемориалы, мемориальный комплекс на Мамайбом Кургане в Волгограде. Зажжен вечный огонь на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Конечно, глубокий кризис коммунистической идеологии в эпоху перестройки затронул покасательную и официальную версию, которая формировалась в период советский период. Пересмотру подверглись многие внешнеполитические аспекты истории Великой Отечественной войны. Например, роль пакта Молотова-Риббентропа, признанная ошибкой на официальном уровне, последствия освобождения Советским Союзом в Восточную Европу. На тот момент многим казалось, что не за горами и радикальный пересмотр оценок победы, но уже к середине 90-х годов российская власть убедилась, что кроме Великой Отечественной войны других столь же мощных символических оснований, объединяющих российскую нацию, имеющих столь мощную народную поддержку, у нас де-факто нет. Война оставила слишком глубокий след в нашей национальной памяти, не учитывать этого нельзя. Именно при Борисе Ельцине, несмотря на господство либеральных СМИ, были возобновлены прежние традиции сохранения памяти о победе. В 1993 году достроен заложенный еще в советские годы мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве. Сегодня там разместился музей Великой Отечественной войны, который я, конечно, рекомендую вам посетить. В 1995 году был проведен парад победы на Красной площади, который с тех пор проводился ежегодно. Особенностью исторической памяти о войне в Ельцинскую эпоху стало намеренное разделение государства и общества, противопоставление ошибок и преступлений сталинского режима и народного подвига. Такая интерпретация события, естественно, отражала дух эпохи, тотальное недоверие к советским государственным институтам. Однако, несмотря на очевидный эмоциональный посыл, сама схема с исторической точки зрения уязвима, ведь не секрет, что исход любой войны XX века в значительной степени зависел от производства вооружений, эффективной мобилизации, продуманной дипломатии, то истинными словами от качества государственного и военно-политического управления. После 2008 года, уже в период президентства Владимира Владимировича Путина, формируется современный канон проведения Парада Победы. Неотъемлемой частью этой церемонии становится прохождение военной техники, демонстрация военного потенциала российского государства. В последнее время, с учетом смены поколений, все большую роль в сохранении памяти о войне начинают играть общественные традиции. Первой из них стало появление в 2005 году общероссийской акции «Георгиевская ленточка». В 2012 году в Томске оформилось общественное движение «Бессмертный полк». К 2015 году оно превратилось в общероссийское самушествие, впервые прошло по Красной площади, продолжая Парад Победы. В 2019 году «Бессмертный полк» стал международным и хватило 80 стран мира. Возможно, кто-то из вас участвовал в этой акции в своих странах. В целом, сегодня наша историческая память о войне по сравнению с советской эпохой стала несравненно объемнее и богаче. Включила в себя и забытые сражения и признанные ошибки. Ее символом может считаться воздвигнутый к 75-летию победы Ржевский мемориал. Ведь в основе памяти о Ржевской битве в чередине самых успешных для Красной армии операций лежит фигура трагического героя, солдата, честно выполнившего свой долг, но побежденного непреодолимыми обстоятельствами. Об этом и стихотворение «Я убит под Ржевом». Память российского общество сохраняет свой триумфальный характер, не становится памятью жертв, но включает в себя эту важную составляющую. Думаю, что на этом мы можем поставить точку и я буду рад ответить на возникшие у вас вопросы. Спасибо, Владимир Олегович. Тема действительно очень актуальна сейчас. Я думаю, вопросы будут у зала. Пожалуйста, вопросы есть? Спасибо большое, Владимир Олегович, за лекцию. Действительно, соглашусь, это очень актуальная и важная тема. Мой вопрос заключается в следующем. Вы упомянули как одну из причин перехода политики исторической памяти из ранга замалчивания или какое-то чувство вины к рангу к политике возведения Второй мировой войны в ранг такой всеобщей трагедии, которая у Германии впоследствии была видна. Вы указали как причину смены поколений. То есть, если я правильно понимаю, переход от индивидуальной памяти к социальной. По вашему мнению, только лишь эта причина или же есть какие-то еще? Спасибо. Приятно, что терминологией владеете. Действительно, с точки зрения изучения исторической памяти смена поколений очень важна. Вообще, что такое поколение? Поколение — это определенная генерация, группа людей примерно одного возраста, объединенная в целом общей памятью, событием, которое как раз-таки формирует мировоззрение этого поколения. Принято полагать, что историческая память делится на три неравнозначных части. Первую часть можно назвать коммуникативной памятью. Это примерно три поколения. 80-100 лет, когда историческое событие еще ощущается частью современности. Оно живо в восприятии людей. Люди преломляют копья, интерпретируя его. Затем начинается перекодирование исторической памяти в культурную. Многое забывается, остаются только какие-то общие очертания, значимые культурные символы, которые уже не вызывают такого эмоционального отклика. Ну и, наконец, где-то в глубине веков нас ждет зона национального мифа, зона легенды, такой мифа происхождения, где, если говорить о России, уже, так сказать, ходят под руку Александр Невский, князь Владимир, крестителя Руси, там уже не важно на самом деле историческая фактология, важна просто древность, непрерывность вот этой тысячелетней, как в нашем случае, или там пятитысячелетней, как в китайском случае, истории. Да, поэтому, конечно, смена поколений важна. И, если мы обратим внимание на то, как пересматривалась такая доминирующая публичная интерпретация Второй мировой войны во всех странах, то мы увидим эту зависимость. Примерно в 60-е годы для Советского Союза изменилась интерпретация войны. То есть, раньше о войне не говорили, и тут вдруг заговорили, заговорили особым образом, начала формироваться некая мемориальная культура, возникать значимые места памяти, вал мемуаристики, фильмы известные. Я думаю, что здесь Екатерина Олеговна Гранцева очень хорошо рассказывает. В Германии тоже, так сказать, за грехи отцов начали каяться только спустя 20 лет, когда эти отцы ушли из активной политической жизни. Я говорил о том, как широко были представлены бывшие члены нацистской партии в руководящих органах. Это неизбежно, потому что бюрократия это определенный класс, он достаточно стабилен, так сказать, замену ему найти очень сложно. И даже, когда меняется государство полностью, да, естественно, современная Германия и западная Германия, отрицает свою преемственность от Третьего Рейха, никому эта преемственность не нужна и недорога, все равно других, так сказать, чиновников не найдешь. Вот эти люди принимают решения, они принимали их и продолжают принимать после 1945 года. А когда это поколение меняется, тем более приходят к власти социал-демократы, носители немножко другой интеллектуальной традиции, то и начинается размышление о том, что не только немцы, пострадавшие в эту войну, да, ведь в Германии были очень сильны эти обиды за утрату восточных территорий, восточной Пруссии, там часть отошла Польша, там беженцы, естественно, из этих восточных территорий хлынули в центральную часть Германии, там начали образовывать свои союзы, это была такая повестка, которая обсуждалась, как Германия пострадала во Второй мировой войне, и уже в 60-е годы начинает взгляд немножко другой формироваться, о том, что Германия вообще эту войну развязала, и очень многие пострадали, многие даже больше пострадали, чем Германия, гораздо больше, так что я думаю, здесь поколенческий фактор не последний, и вот межстрановой анализ позволяет нам рассматривать его даже, пожалуй, в качестве основного. Здесь важно подумать о том, как память о Второй мировой войне, сегодня находящаяся на грани коммуникативной памяти, ведь у нас очень мало живых свидетелей этих событий, если говорить о России, я не знаю, как в других странах, то вот по последним данным на начало прошлого года примерно 60 тысяч ровесников войны, даже не людей, участвующих в боевых действиях, а ровесников, ветеранов в таком широком смысле слова, и этим людям уже многим за 90, поэтому мы сейчас находимся на грани перехода от коммуникативной памяти к культурной, об этом надо думать, об этом надо размышлять, это делает вот такие исследования особенно актуальными, как мне кажется. Большой, есть вопросы еще у нас у студентов, пожалуйста. Владимир Олегович, здравствуйте, спасибо большое за ваше прекрасное выступление, я из Санкт-Петербургского государственного университета, восточный факультет, вопроса на самом деле два, первый заключается в том, что вы говорили о периодизации конкретно Второй мировой войны, и упомянули Восток, в частности, японскую агрессию в сторону Китая 1937 года. Скажите, можем ли мы все-таки относить этот конфликт, начало, собственно, этого конфликта к началу самой Второй мировой войны именно на Восточном театре военных действий? Это первый вопрос. А второй заключается в том, вы упоминали о исторической памяти побежденной Германии как побежденной страны, о том, что они чувствуют вину за начало этой войны, за развязывание. Есть ли что-то похожее в Японии? Чувствует ли Япония вину за то, что они по сути начали агрессию как в Китае, применяли химическое оружие в Китае, за то, что они начали полную конфронтацию на Ситхианском театре военных действий? Спасибо большое. Вы из Санкт-Петербургского университета, правильно? Очень приятно. Я тоже закончил этот замечательный университет, правда, исторический университет, он тогда стал институтом истории. Я хочу сказать, что, конечно, с точки зрения Китая было бы удобнее считать, что эта часть войны является как раз-таки Второй мировой войной. К чему они апеллируют? Потому что Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 года, там 2-3 сентября, везде по-разному, на Востоке. Ну, так почему мы тогда говорим о том, что началась она на Западе? Если она закончилась на Востоке, то и началась она тогда на Востоке. А там называются самые разные даты. Там даты японской агрессии могут признать даже 1931 год, в принципе, есть и такая точка зрения. Тем более, что с 1937 года по 1941 там уже были миллионные жертвы среди китайского населения. И Нанкин, в принципе, относится к этому периоду, нанкинская резня, которая для китайской исторической памяти очень важна такое место памяти. Здесь надо сказать, что для России, вот с российской точки зрения, это тоже приемлемая интерпретация, потому что Советский Союз, который обвиняют в сотрудничестве с Гитлером иногда, да, говорят о том, что он лелеял агрессивные замыслы, он ведь был на тот момент, на момент 1937 года единственной страной Европы, которая однозначно противопоставлял себя странам оси. С 1936 года антикоминтернерскому пакту однозначно противостояли, и Китаю оказывали большую помощь, построили там два авиационных завода, там воевали наши летчики, порядка ста человек из них погибли, летая на китайских самолетах, это был огромный шок для японцев, они подумали, что у Китая авиации нет, в Китае ее не было, но она была у Советского Союза. Поэтому здесь ведутся дискуссии. Мы знаем, что есть ассоциация музея Второй мировой войны, где Китай играет такую важную роль. Мы знаем, что сейчас даже на уровне российского исторического общества мы общаемся с Академией общественных наук китайской, с КАОНом, где такая точка зрения превалирует, обсуждаем ее. Поэтому я думаю, что на данный момент, конечно, мы руководствуемся тем, что Вторая мировая война началась в Европе с нападения нацистской Германии на Польшу. Но со временем, возможно, эта точка зрения тоже будет пересмотрена, потому что, как мы уже выяснили, каждое поколение задает прошлому собственные вопросы и получает на них собственные ответы. Что касается Японии, то, конечно, для них эта тема болезненная, у них естественно никакого желания приносить какое-то покаяние нет. Это вызывает напряжение в отношениях Японии и Китая, это мы все хорошо понимаем. При этом, конечно, у Японии есть своя трагедия. Мы знаем два города Побратима, больше всех пострадавших от Второй мировой войны. Это Сталинград, его город Побратим Хиросима, полностью стертый с лица земли. Соответственно, для Японии эта тема тоже очень важна, но при этом из личного опыта могу сказать, что японцы однозначно отказываются говорить, кто их бомбардировал. То есть, то, что Советский Союз воевал с Японией, это да, это они помнят. А вот кто сбросил бомбу на Хиросиму и Нагасаки, это является некой фигурой умолчания в японском, по крайней мере, публичном дискурсе. Были бомбардированы и все без личной конструкции. Страшная трагедия, очень жаль. Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо. Есть вопросы еще у нас у слушателей? Большое спасибо. У меня будет следующий вопрос. Скажите, как современная российская и зарубежная историография оценивает внешнюю политику Советского Союза в период с 1939 года по 1941, в частности, вопросы Советско-финской войны, в частности, вопросы вторжения, ну, можно по-разному трактовать это вторжение в восточную часть Польши. Юридически все-таки это была оккупация, можно там спорить о том, были это исходно русские земли или нет. Я просто не хочу на этом заострять внимание. Вот как современная историография на Западе и вообще в мире и у нас этот вопрос трактует и рассматривается ли вот именно в первую очередь советско-финская война в контексте именно того, что именно в контексте Второй мировой войны. Спасибо. Знаете, что касается советско-финской войны, то там ситуация особенно интересная. Есть два подхода вот как раз к решению спорных исторических вопросов. Даже три, я бы сказал. Первый подход предполагает попытку акцентировать внимание на каких-то собственных прегрешениях и путем диалога найти взаимоприемлемую конструкцию. В рамках этого дискурса работают наши двухсторонние комиссии историков. Есть подход антагонистический найти бревно в чужом глазу и получить в ответ точно такое же обвинение. На этом обмен обвинениями продолжить и довести до эскалации. И третий подход замолчать с обеих сторон, выместить эти события, травмирующие из исторической памяти в целом. Советский Союз и Финляндия после войны, как вы знаете, Финляндия вышла из войны довольно своеобразным образом, перешла на сторону антигитлерской коалиции еще в 44-м году. Советский Союз и Финляндия стояли на близких позициях. Хельсинки были таким окном для советской дипломатии на запад. Известно, что внешнеполитическая креда Финляндии формулировалась как доказываем Советскому Союзу, что мы нейтральны. Соответственно, они никогда не обвиняли Советский Союз вплоть до перестройки в агрессии. Там вот есть этот майнинерский инцидент, который можно по-разному интерпретировать, кто стрелял, в кого стреляли. Они не выдвигали нам обвинения. Наоборот, говорили о том, что уроки Зимней войны обязательно будут учтены в рамках внешней политики Финляндии. Дружба с Советским Союзом для нас приоритет. Но дух Зимней войны, есть такое устоявшееся словосочетание, формулировка Финляндии, он, конечно, определял финский патриотизм. И когда Советский Союз стал распадаться, а тем более был признан наличие секретных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа, и Верховный Совет об этом делал заявление. Финляндия этим воспользовалась, полетели в наш адрес обвинения, но при этом на официальном уровне сдержанность осталась. Вы, наверное, знаете этот эпизод с памятной доской маршала Маннергейма в Петербурге. Такой абсолютно интересный случай, когда в городе, который подвергался обстрелам со стороны в том числе и в Финляндии, которые стреляли не по самому городу, но участвовали в блокировании и не позволяли прорывать блокаду, финские войска. Ставится, устанавливается доска главнокомандующему Финляндии в то время маршалу Карлу Густаву Маннергейму. И вот мы видим реакцию общества, реакция общества очень яркая. Эту доску обливают краской, ее рубят топором, ее вынуждены прятать в музее истории Первой мировой войны, но на официальном уровне эта доска появилась и все визиты наших официальных делегаций в Финляндии сопровождаются возложением цветов к могиле Маннергейма. Он рассматривается несколько вне контекста Второй мировой войны, здесь мы видим попытку примирить эти интерпретации. Как воспринимается Зимняя война? В Финляндии конечно есть Зимняя война и есть война продолжения. Зимняя волна Талвисота является частью Второй мировой войны с их точки зрения, а война продолжения с 1941 по 1944 год, где Финляндия выступает агрессором, она уже не является, она уже как бы немножко в стороне стоит, она продолжение вот этой Зимней войны. Логично предположить, что в российской стереографии Зимняя война не является частью Второй мировой войны, а вот эта Зимняя война продолжение является и рассматривается как фронт, отдельный фронт. Поэтому здесь мы видим полную готовность финских наших коллег, архивистов сотрудничать с нами. Мы очень признательны Национальному архиву Финляндии, у него есть соглашение с Российским историческим обществом. Мы прорабатываем трудные вопросы вместе, и я знаю, что благодаря как раз обнаружению некоторых документов в финском архиве были найдены свидетельства преступлений нацистов на советской земле, именно финских добровольцев в рядах СС, которые в нашей Северной Осетии нескольких человек без суда расстреляли, и спустя много лет, спустя 75 лет были найдены виновные, были восстановлены имена жертв, и даже один свидетель этой бессудной казни был проинформирован об этом, что Финляндия провела расследование и свою вину признает. Так что здесь, в Финляндии, мы видим очень такой хороший, рабочий, продуктивный диалог, всем бы так. А что касается Польши, мы недавно отмечали годовщину нашей польско-советской войны, она закончилась в 21-м году, 18-го сентября. Польша выступила там агрессором, реализовала план, концепцию Междуморья, такой конфедерации вассальных, практически зависимых от Польши, стран, в которые должны были войти значимые территории Советского Союза, Западная Украина, Западная Белоруссия, часть Литвы. Да, в польской историографии эти территории считаются польскими. В нашей отечественной историографии они считаются российскими, поскольку населенные русскоязычным населением. И вот как раз когда мы смотрим на события 1939 года, вспоминаем череду восстаний на территории Белоруссии, когда поляков буквально передавали в руки Красной Армии, потому что никто их там своими не считал. Мы понимаем, какая точка зрения ближе к правде. Я бы обратил внимание на несколько обстоятельств, связанных с событиями сентября 1939 года. Во-первых, это такая абсолютно непримиримая позиция Польши в ходе переговоров, московских переговоров СССР, Великобритании и Франции, когда стоял вопрос создания антигитерской коалиции. Это могло бы реально переломить ход скатывания мира к Второй мировой войне. Именно Польша сказала, что она ни при каких условиях не пропустит Советский Союз, Красную Армию через свои границы, даже если это будет необходимо. Это стало финальной точкой, после которой Ворошилов чуть ли не с бранью подошел к адмиралу Драксу и сказал, что, мол, если Польша хочет, чтобы мы спасали ее насильно, так и будет. В общем, так и произошло. Для поляков очень важна вот эта идея польской чести, которая понимается превратно, которая с одной стороны толкнула Польшу в объятия Германии, нацистской Германии, побудила ее участвовать в разделе Чехословакии и других авантюрах, а с другой стороны не позволила вовремя принять участие в формировании антигитерской коалиции, после чего она осталась одна, то есть реально ее защищать не стали ни Великобритания, ни Франция, не Советский Союз. Советский Союз две недели даже больше не вступал в эту войну, хотя нацистская Германия требовала этого от Советского Союза. Мы дождались того, когда Польша продемонстрировала свою полную военно-политическую неспособность контролировать ситуацию, ее правительство покинуло столицу и даже сам польский маршал Эдвард Ритц-Смигле рекомендовал польским войскам не сопротивляться Советскому Союзу, потому что он уже понимал, что на тот момент никаких частей польской армии уже нет. Мы вошли практически без единого выстрела. Это очень важный момент, который Польша забывает. И при том остановились не там, где предполагалось остановиться по договоренности предварительной с нацистской Германией, а примерно по линии Керзона, прочерченной еще в 1919 году, как раз в период Советско-Польской войны, когда предполагались разные формы ее урегулирования. Поэтому тут мы видим, безусловно, столкновение двух историографий, попытку сконструировать какую-то национальную идентичность Польши, которая на других, кроме как антисоветских позициях, антироссийских позициях не может быть сконструирована. Она у них, к сожалению, с середины 19 века такая. Есть другая Польша, есть армия Людова, которая штурмовала Берлин вместе с нашими войсками, есть Польская Народная Республика, которая приросла по итогам Второй мировой войны, которая получила почти треть территории за счет побежденной Германии. Но, вероятно, есть в конце концов маршал Рокоссовский, этнический поляк, который парад на Красной площади провел. Но эта часть Польши не интересует, к сожалению, наших партнеров. Ну, кого-то интересует, с ними мы работаем, кого-то не интересует. Я думаю, что здесь надо акцентировать внимание на том, что были разные стороны у наших непростых взаимоотношений, да, и идти к каким-то компромиссам. Вот все, что я могу на это чуть сказать. Олегович, тема сохранения исторической памяти, она вызывает огромное количество вопросов, но мы должны следовать нашей программе. А я пораньше обещал всех отпустить. Мы благодарим вас за выступление. Спасибо большое, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.